Культурный шок Это крайне необычная программа, я надеюсь, что она придется по вкусу очень многим нашим пользователям, тем более, что речь идет о совершенно легендарном человеке, легендарном настолько, что, по-моему, он превратился уже в некий миф. Речь идет о знаменитом разведчике Николае Кузнецове, которого присвоили посмертно звание Героя Советского Союза, который, в свою очередь, погиб в 1944 году, попал в засаду к Унаунсову, самых знаменитых бандеровцев, или как их там называют, если будет более точным. А немножечко, Саша, прошу прощения, я немножечко такой прелюдюю, чтобы было понятно, почему мы с тобой сегодня собираемся. Безусловно. Не так давно на сайте деталей информационно-аналитическом ресурсе была опубликована моя статья, точнее интервью с неким Львом Монусовым из Санкт-Петербурга, который занимается уже с конца 80-х годов личностью Николая Кузнецова. В частности, он обратился в Ядвашем с просьбой, мотивируя это тремя эпизодами из жизни разведчика, мотивируя это тем, что Кузнецов участвовал, так получилось, в ряде акций и спас жизнь нескольких еврейских людей. Еврейских, какого-то ребенка, потом офицера Ароны Чаповецкого, потом еще кого-то. И он, как бы, короче говоря, три случая приводил и просил, чтобы обращался в мемориал Ядвашем с просьбой, чтобы Кузнецову присвоили звание праведника народов мира. Ему в этом было отказано. Монусов считает, что это несправедливо, но это уже другой вопрос, это не компетенция нашей беседы. А я считаю, между прочим, Арк, я тебя перебью и скажу, что это очень даже идет в русле нашей беседы. Потому что отказано было по странной причине. С одной стороны, что он, оказывается, служил в НКВД, но, на мой взгляд, это просто отговорка. Ведь тем людям, которые, представим себе немецкого офицера, который служил в вермахте и спасал еврейских детей, ему бы наверняка присвоили Шиндлер, праведник народов мира, а он был нацистом, никуда не денешься. Поэтому, в данном случае, мне показалось, почему я к тебе и обратился после этого интервью, мне показалось, что причина отказа совершенно в другом. Да, и вот там было, как он говорит, Монусов, там было три объяснения. Первое, что он служил в НКВД. Второе, что он был, значит, офицером Советской Армии. Третье, что мы присвоили звание Героя Советского Союза. И тем самым, как бы, ему уже воздали честь. Это при том, что людей, которые с ним работали, там, двух женщин или трех женщин. Лидия Лисовская и Мария Микота. Да, Мария Микота. О них мы тоже, это тоже очень загадочная с ними история. Тем не менее, им присвоили такие звания праведников народа мира. И совершенно заслуженно. Да, и совершенно заслуженно. Как мы это знаем, там был один эпизод у Лидии Лисовской со спасением еврейского младенца. Которая до сих пор живет в Ровно. И это, как бы, Монусов тоже это подтверждает. Однако же, вернемся к нашему герою Кузнецову. Честно говоря, я скажу, что меня напрягло сразу. Меня напрягла одна вещь. Я удивился одной простой, как бы, детали. Что как и каким образом, если судить о биографии Николая Кузнецова, человек, который был несколько раз исключен из комсомола, год просидел в тюрьме, вдруг странным, загадочным образом попадает не куда-нибудь, а в ГРУ. В НКВД. КГБ, НКВД. КГБ, НКВД. Конкурирующая организация. Да, неважно. И становится каким-то суперразведчиком. Тогда, когда мы прекрасно знаем, что люди с такими статьями... Они обычно в патролах НКВД и оставались. И там и оставались до конца. Это вот первое, что меня смутило. А также, как бы, еще что удалось, как бы, докопать, выкопать тому же, как бы, этому Монусову. Да, и еще одна вещь, что документы по делу Кузнецова засекречены до 2025 года. Казалось бы, такой... На 80 лет после конца войны. Такой герой. Чего секретить-то? В чем проблема, да? И, как бы, и третье, что каким образом и почему вокруг Кузнецова столько загадок, каким образом этот человек, который никогда не прокалывался, вдруг попал в засаду и погиб ни с того, ни с сего. Я скажу до последнего, потом дам тебе слово, что, значит, по версии того же Монусова, то, что они откопали, и это действительно сенсация на взгляд, что, собственно говоря, сдал их человек по имени Бегма, который руководил, там был еще один человек, я просто не помню его фамилии, который руководил подпольем. И он, как бы, будучи в отряде Медведева, который почему-то называют партизанским отрядом, хотя это не партизанский отряд, это спецподразделение... Диверсионный отряд. Диверсионный был отряд чистейшей воды. Кстати, еще один миф, да? Партизаны, Медведева, там и так далее, да? И, как бы, так сказать, Бегма сказал, вот появились слухи, что есть какой-то немецкий офицер, который уничтожает... Он, Бегма, руководительщик подполья, не знает, в ком идет вещь. И Медведев, сам того не ведая, указал на Кузнецова, сказал, вот он у меня как раз сидит, вот этот человек. И Бегма после этого сдал, и поэтому, когда он попал в окружение Кузнецов, вот это уна-унцу, они уже знали, что он работает на советскую разведку. Согласись, что для полковника НКВД, Главного управления КГБ НКВД, Главного управления госбезопасности НКВД, очень странно указать, вот же он у меня работает, посмотри, очень странно. Какая-то такая, очень простецкая какая-то такая... Вообще ничего не странного вокруг Кузнецова нет. Я скажу, с чего у нас начался разговор, почему я стал заниматься этой темой. В 1984 году я работал редактором на Свердловской киностудии, редактором документальных фильмов. К нам пришли кураторы из КГБ, читали нам лекцию о том, что можно, чего нельзя, и среди прочего вдруг сказали, что засекречены все материалы, касающиеся отряда победителей Дмитрия Медведева и деятельности Героя Советского Союза Николая Ивановича Кузнецова. Для меня это было полнейшей неожиданностью, потому что, ну, я, как все мальчишки того времени, рос на книгах, это было подробно. Подробно, конечно. Вот, и на Свердловской киностудии снимался фильм «Сильное духом» с красавцем Гуннером Целинским и с Викторией Федоровой в роли Вали Довгер. И, в общем, ну, все мы на этом росли и знали. И вдруг появляется ситуация, при которой это все засекречено. И тогда я начал копать. Что же произошло? Первое несоответствие и нестыковка. Я знаю, что такое Урал. Я там вырос, я работал в документальном кино, режиссером, редактором, много очень ездил. Я бывал и в Камышловском районе, и в Талицком районе, в родных местах Николая Кузнецова. Это и в те годы, в 80-е годы, это было, ну, мягко говоря, дыра. Ну, дыра натуральная. Захолустье, короче говоря. Захолустье неимоверное. Страшное, заброшенное. Все, что мы знаем про сибирскую или уральскую глубинку, все это можно про это сказать. И вдруг там появляется самородок, что само по себе бывает. Да, бывает. То есть, как бы допустимо. Допустимо. Самородок, который имеет необыкновенные способности к языкам. И он блестяще изучает языки. Не просто языки, а немецкий язык. Не только хохдойч, то есть литературный немецкий. Но и 5 или 6, по другим сведениям, 7, а по некоторым вообще 8 диалектов этого языка. Странно, странно. Как парень из Камышловского района, деревня Зырянка, Талицкого района тогда. Окей, все может быть. Все может быть. Начинает их изучать. Говорит практически без акцента. Знает все эти диалекты. Работает лесоустроителем. И вдруг он оказывается агентом НКВД. Агентом НКВД, который работает с иностранными инженерами на заводе на Уралмаши, на строительской Уралмаши и на конструкторском бюро Уралмаш завода. И как агент НКВД выясняет у них кое-какие обстоятельства их работы. Опять же, странно. Для этого ему как раз не нужно было совершенствовать немецкий. А нужно было молчать и слушать, о чем они говорят. Не подавая знак, но как бы мне так, как неразведчику кажется. Но он всеми силами пытался показать, что он свой. Он одевался вычурно, как вспоминает его брат. Причем одевался как стиляги 50-х в 30-е годы. Дважды изгнан из комсомола. Осужден условно на год по месту работы. Отработал. Причем за хищение, за подтасовки, за подписки. Он работал таксатором в леспромхозе. Дальше, естественно, когда создавалась легенда миф, говорили, что это он вскрывал недоставки, а его подставили. Я сразу Шукшина вспоминаю Калину Красную. Он был бухгалтером, начальство воровало, а на него списывало. Так выдавал себя закоренелый преступник Егор, как бы рассказывал это о бедной женщине. Та же история была с Кузнецовым. И вдруг его приглашают на очень серьезную работу в НКВД. Причем забирают как? Министру, наркому внутренних дел Коми Пермятской СССР нужен был человек, который знает лесотехнику. Под этим предлогом берут Кузнецова. Друзья мои, это 1931-1932 год, а ему 20 лет. Какой же он специалист по лесотехнике, когда он закончил только лесотехнический техникум и работал по специальности полтора или два года. Это все его знания. Он работает на Уралмаше в конструкторском бюро с образованием лесотехника. Работает расцеховщиком, то есть разносит чертежи по цехам и беседует с иностранными специалистами. Если ты живет при этом в элитном доме, я же свердловчанин коренной. Я в школе учился напротив этого дома. Я знаю, что это за дом, что это за дворянское гнездо и каким оно тогда быть. Дом из тех домов, которые Маяковский писал про них. Там горячую воду открываешь, кран и так далее. Все это чудесно. В 1938 году его сажают, а затем его выпускают. Он просидел несколько месяцев в 1938 году. Самый страшный год. Мы говорим про 1937, но 1938 был гораздо страшнее 1937. И отправляет его в Москву в распоряжение наркомата, где он начинает опять же работать с иностранными специалистами. Соблазняет балерин Большого театра, подкладывает их под иностранных специалистов, чтобы те выбалтывали в постели нужные сведения. Ну, обычная практика шпионская, никуда не денешься. Его принимают то за чистого берлинца, то за... Короче, настолько вокруг этого наворочено. И выдают ему документ на имя Рудольфа Вильгельмевича Шмидта. Шмидта, да-да-да. И в паспорте указано, что он уроженец хутора Микулинских. Хуторов на Урале не было никогда в жизни. Таллицкого района, тогда уже Челябинской области. Была Чехарда с этими самыми переименованиями. А по легенде он уроженец города Саар-Брюкина из Рейнской области. И должен говорить с рейнским акцентом. Все это вот, вал этой информации, это я еще третий не рассказал того, что там есть. Извините, я тебя перебиваю. Там еще из воспоминаний, я помню, и из твоих рассказов, и из твоего исследования, что я прочитал еще, что обращали внимание на его аристократическую выправку. Вот, вот. Откуда у мальчика? Откуда он шел из деревенского уральского парня? Где он не нашел? Астрократическая выправка, манеры. Манеры, соответственно. Открывать перед дамами дверь и так далее. Вокруг этого наворочено. И стал я думать, что же произошло. И тут мне показалась интересная идея о том, что сам Николай Иванович Кузнецов, будь и таковой был, сгинул в подвалах НКВД в 1938 году. Когда его и взяли. Когда его и взяли. Слишком много народу тогда сгинуло без следа. А его документы достались Рудольфу Вильгельмичу Шмидту. Действительно этническому немцу. Действительно человеку, для которого немецкий был родным. Билингва то, что называется. Он одинаково говорил и на русском, и на немецком языке. И не фамилию Кузнецов перевели как Шмидт. А наоборот. А наоборот фамилию Шмидт перевели как Кузнецов, выдав ему документы вот этого несчастного парня, которого сгубили в подвалах НКВД. Этим и объясняется и выправка, и манеры, и немецкий без акцента, и знание всех немецких реалий. И все было бы замечательно, пока не появился Пауль Зиберт. Тот самый оберлейтнант, под именем которого внедрили Кузнецова в немецкую общину Ровно. Прости, я перевью, пока ты не ушел далеко. А откуда вообще появился сам этот Шмидт? Ниоткуда. Никто не знает. Выправили документы, и все. Согласно официальной версии, просто его назвали. Какое немецкое имя? Рудольф. Какая фамилия? Шмидт. Вот он больше... Откуда он появился вообще в этой истории? Для того, чтобы выдавать его перед иностранными специалистами за своего, за немца, и таким образом разговаривать их, втираться к ним в доверие. И там есть еще одна интересная идея. Дело в том, что Кузнецов занимался то, что мы называем сейчас фарцовкой. Ну, для того, чтобы знакомиться с иностранцами. Золотые часики, отрезы и так далее. Откуда уральский парень лесотехник разбирался в драгоценностях, в часах, золотые, незолотые и так далее. Загадка? Загадка. Так вот, по моей теории, не только моя, кстати, распространенная теория, был на самом деле некий Шмидт, которому выдали документы Кузнецова и оформляли его как Кузнецова. Во время войны появляется Пауль Зиберт. Нашли документы лейтенанта Зиберта, погибшего под Москвой. Вся его часть, официальная версия, погибла под Москвой, была уничтожена под Москвой. Эти документы чудеснейшим образом совпали с личностью Николая Кузнецова, он же Рудольф Шмидт. Рост, вес, цвет глаз, ну все, ну все, что только можно представить, цвет волос. Абсолютно совпало. Группа крови совпала. Но грех было не выдать... Не воспользоваться. Не воспользоваться, не выдать Кузнецова уже не за Рудольфа Шмидта, а за Пауля Зиберта и не послать его в тыл врага. Здесь еще одна нестыковка, очень странная. Часть Пауля Зиберта была уничтожена под Москвой. Да, официально. Официально, да. А ему выправляют документы на обер-лейтенанта, его повысили в звание, в 32 года уже пора быть там, в 30 лет обер-лейтенантом, а не просто лейтенантом. Ему выправляют документы на офицера 76-й дивизии, 230-й пехотный полк, который воюет на Украине, на Дону. Он идет к Сталинграду, где и будет уничтожен потом. И очень странно посылать туда человека, которого могут узнать сослуживцы, или наоборот не узнать, сказать, простите, в нашем полку никакого обер-лейтенанта Зиберта не было никогда в жизни. И это на Украине происходит. А ровно, я напомню, ровно было столице Украины тогда. Киев был большой город, но весь рейхскомиссариат и... Почему их туда и послали, и отряд Медведева, и самого Кузнецова. И что там? Пауль Зиберт, пехотный офицер, который занимался заготовками, интендантскими какими-то вещами, и вполне мог столкнуться со своими сослуживцами, якобы, по 76-й дивизии. Еще одна нестыковка, когда он приходит к Эрихукоху. На самом деле, официальная версия то, что Кузнецова, он же Пауль Зиберт, бывший Шмидт, его заслали в тыл для того, чтобы уничтожить, ликвидировать рейхскомиссара Украины Эриха Коха. Эриха Коха, да. И другую верхушку. Почему? По одной из версий, Сталину очень не понравилось, что его опередили чешские подпольщики и ликвидировали Гейдриха, наместника Богемии Чехии. И тогда он решил, раз они своего угрохали, значит мы этого угрохаем. И послал туда этот диверсионный отряд. Большего непрофессионализма в ликвидации, вот в этих киллерских делах представить себе невозможно. На Коха он так и не смог сделать ни одного покушения. Он трижды пытался уничтожить его заместителя Даргеля. Трижды. Так и не удалось. Все три покушения были неудачными. Но при одном из покушений очень удачно выпало удостоверение личности члена УПА. То есть сразу же немцы подумали, что это украинские националисты пытаются убить Даргеля генерала Нашего. И тогда арестовали сразу нескольких этих националистов. Да, и заложников начали расстреливать. И поэтому на Украине сегодня Кузнецов не герой совсем. А вовсе даже наоборот. Опять же, представлять легенду, миф героя только как ликвидатора человека, который специально призван, чтобы убивать, ну не очень хорошо, не очень красиво. Поэтому его сделали еще и разведчиком. Он добывал уникальные сведения. Сведения о начале наступления под Курском. Сведения о покушении на глав Большой Тройки в Тегеране во время Тегеранской конференции. Сведения о том, где находится Вервольф, ставка Гитлера в Виннице. Все это, извините, я не иначе чем бредом назвать не могу. Откуда, с чего, с какого перепугу решили, что Кузнецов сообщил о покушении на Тегеранскую конференцию. Оказывается, я читал, что Скорценник, который отрицал категорию, и просто смеялся над этим. Он говорил, что понятия не имели, что там делается. Не было такого плана. Оказывается, какой-то знакомый офицер сказал знакомой его подпольщице, что он ей привезет в подарок персидский ковер. И на основании этого разведчик делает вывод, что готовится к покушению на Большую Тройку. Как сказал бы Пауль Зиберт, извините, но не верю. Дальше. Откуда мы знаем, что наступление под Курском? Эрих Кох, рейхскомиссар Украины, гауляйтер Восточной Пруссии. Когда к нему пришел какой-то пехотный обер-лейтенант просить разрешения на свадьбу с Фолькс-Дойче, роль которой играла Валя Довгер, он ему так понравился, ему так понравилось, что у него восточно-прусский акцент, он свой, все-таки из Восточной Пруссии, и он даже вспомнил, что в том имении, в котором, по легенде, Пауль Зиберт был управляющим, он вспомнит какого-то юношу, и тут же с порога он ему взял и выболтал, что ваша часть будет под Курском, часть уже не было, она была уничтожена под Сталинградом, там будет жарко под Курском, из этого делается вывод в начале наступления, 30 мая он был на приеме у Коха, 5 июля началось наступление под Курском, то есть за месяц до, ну с точки зрения стратегии, это вообще не срок никак, тем более, что это все проверяли, перепроверяли и смотрели. Ну и по легенде он обнаружил ставку Гитлера, у майора Гаана некого, которого они похитили, нашли карту, где была красной линейкой прочерчена провод в связи, значит там сидит Гитлер. В общем, все это нагромождение нелепостей с одной стороны, нестыковок с другой, и почему же, если это был действительно Шмидт, или действительно настоящий какой-то Зиберт, которого или перевербовали, или завербовали до, или просто он был разведчиком, у меня на этот счет есть очень простая теория, которая, в общем, достаточно объясняет эту ситуацию. Кто были лучшие разведчики Второй мировой войны? Евреи. Леопольд Треппер, Лео Гроссфельд, Шандор Радо, Конан Колодный, Рудольф Абель, Вильям Фишер, Рихард Зорге. Простите, а где русские это? Где русские? Ну сколько можно, чтобы вот эти вот иностранные фамилии, они были нашими лучшими разведчиками? Я напомню, что книга эта была подробно, вышла в 1948 году, в самый разгар борьбы с космополитизмом, а книга «Сильные духом» в 1951. Тоже те еще годы, тот еще космополитизм и антисемитизм. Поэтому переименовали Шмидта или Зиберта, как вам будет угодно, в Николая Кузнецова, быстренько сляпали ему биографию более или менее приемлемую и сделали легендарным разведчиком. Но там же еще из них перебиваешь, что-то вроде он уничтожил что-то 11 человек. Один из генералов, да. Один из генералов убил там. А это что, как ты... Ну, он был киллер, он послан для того, чтобы ликвидировать. Причем происходило это действительно очень непрофессионально, даже если не смотреть американские фильмы про убийство, а просто по логике. Ему поручили похитить генерала Ильгина и доставить его в Москву. Между отрядом Медведева и Москвой было регулярное самолетное сообщение. Они похитили генерала Ильгина, только отряд был настолько далеко от того места, где они его похитили, что они его доставить туда не смогли и просто пристрелили. Вот одно выполнение задания. Хорошее похищение. Вот одно выполнение задания. С Даргелем мы уже разбирались, трижды покушался, ничего не вышло. И Коха тоже не убрал. Коха тоже не убрал. Других... Он убирал каких-то... То статскомиссар какой-нибудь, то... Ну, правда, вот Функа он убил. Это был такой оберфюрер. Он был судьей ровно. Убил какого-то генерала во Львове. В общем, достаточно второстепенные личности, вместо того, чтобы убрать того самого Эриха Коха. Ведь про убийство Гейдриха знают все. А Кох выжил. Кох, кстати, достаточно неплохо проиграл. Саш, кстати, там вернемся еще к вопросу Лидии Лисовской и Марии Микоты. Да, это потрясающая история. Которая была очень странная тоже история связана. Потрясающая история. Лидия Лисовская, по слухам, опять же, по той информации, которая есть, была завербована еще до войны, вернее, до нападения на Советский Союз во время Второй мировой войны. Она была женой польского офицера. Она была завербована НКВД. Она была таким резидентом, к которому приходили, уходили разведчики, передавали пароли и так далее. Она занималась действительно разведывательной работой. К сожалению, к счастью, ну, это из песни слова не выкинешь, женщины-шпионки, такие, как Мата Харри и другие известные женщины, они в основном через постель выведывали тайны. Тут скрывать нечего. Говорят, кстати, есть предположение, что Кузнецов, Шмидт, Зиберт, как он был любовником Лисовской. Был любовником, ну, что, бывает, бывает. Дело житейское. После того, как она действительно очень сильно помогала подполью, очень сильно сотрудничала и активно сотрудничала с отрядом Медведева, она и ее сестра, двоюродная сестра младшая, между ними 14 лет разницы, Мария Микота и Лидия Лисовская, они были награждены Орденом Отечественной войны первой степени. Достаточно высокая награда по тем временам. И поехали получать эту награду почему-то на попутке. Вот тут, кстати, извини, я тебя перебью. Вот мне Монусов, кстати, объяснил этот момент, что она перед этим сказала, что она знает такое, что многим не поздоровится, если она об этой информации сообщит. Ошибка многих, да. Да, и тот, кто послал ее на машине, был тот самый Бегма, о котором я тебе говорю, потому что там была целая группа. Это есть у него, я читал про эту его теорию. Она отправилась на самолете, а этих почему-то вдвоем отправили на машине. По дороге их пристрелили, убили, выбросили, и до сих пор это убийство не раскрыто. Очень странно. Говорили, кстати, есть теория о том, что и Кузнецова, Зеберта, Шмидта, как угодно, его свои убрали, потому что были им недовольны в Москве, потому что задания он не выполнил, Коха не убрал, убирал каких-то других людей, там, Ильгина не доставил. Ну, в общем, масса была причин, тогда же с этим просто было. То есть, короче, сэр, завершая как бы разговор, потому что, к сожалению, я бы, честно говоря, посвятил вообще этот цикл даже программы. Ой, я обсудая говорить могу бесконечно. Да, это я знаю. У меня есть много фактов. Много чего сказать, но все-таки давай мы суммируем, как бы, да, еще раз, чтобы была некая точка в нашей с тобой программе. Итак, твоя версия того, кто же все-таки был или скрывался за человеком по имени Николай Кузнецов? Наиболее вероятная и правдоподобная версия, что это этнический немец Рудольф Шмидт, агент НКВД, который и выдавал себя за Николая Кузнецова, в отряде он выдавал себя за Николая Васильевича Грачева для своих, и Пауля Зиберта для немцев. Потому что и манеры, и держаться, и знание реалий, ведь самое главное, это знание реалий. Если ты не знаешь, кто такой Чебурашка, какой же ты русский, да? Ну, понятно, да. Тебя же тут же расколют, расколют и понятно. Если ты не знаешь детских считалочек, на которых все росли, то ты тоже проваливаешься моментально. Это серьезнейшая подготовка. Поэтому я думаю, что все-таки разведчиком был этнический немец, с родным немецким, с каким уж там диалектом, неважно, оставим это на совести комментаторов, пользовался он для своих документами того самого Николая Кузнецова, который погиб в 38-м году в Свердловском КВД. Которого, скорее всего, в Свердловском КВД прикончили. Окей, ну что ж, это вот была, скажем так, версия, которую разрабатывает писатель и журналист Александр Веленский. Я думаю, что эта версия будет очень многим интересна, тем более, мне кажется... И очень многие не согласятся с этим. Не согласятся, безусловно, но я все-таки поставлю знак вопроса, потому что, ребята, а если ничего в этом секретного нет, то почему вы держите архивы закрытыми до 2025 года? И еще не вопрос... Еще не вопрос откроется. Откроются ли эти архивы в 2025 году? Окей, я еще раз повторяю, что у меня сегодня был в гостях журналист и писатель Александр Веленский. Говорили мы вместе с ним об очень интересной, загадочной личности разведчика Николая Кузнецова. Вел программу Марк Котлярский. Всего доброго. До следующих встреч в эфире, в следующей программе. Спасибо.